Рассказ «Мия на груди» из книги «Жизнь как на ладони» Глава двадцать третья Тимка, не плачь, уговаривал Кирько, чуть касаясь своей головой Тимошкиного лпа. Ну, умер твой больной жалко, конечно, но все говорили, что он скоро Богу душу отдаст. Тимошка обнял братца и прижался к его тёплому руку. Эх, Кирько, знал бы ты! Он не договорил и снова заплакал, горько и безутешно. Разве я расскажешь Кирьке, что несчастный безноги, которого он с такой любовью выхаживал, оказался форменным разбойником? Оставь его, Кирьян, сказал подошедший Яков Силыч, у каждого лекаря, даже будущего, есть своё кладбище, где покоятся все, кому он закрыл глаза. А ты поплачь, поплачь, сынок. А то я свечку в церкви поставлю за упокой душенного, приставленного, легче будет. Он взял Кирьку за руку и повёл в больничный корпус, бодряюще подлипав Тимку по плечу на прощание. Добрый фельдшер, он даже не догадывался, какую ношу своих грехов перевалил на Тимошку только что умерший вор и поджигатель Максимыч. Что мне делать, кому рассказать, думал Тимка, сглатывая солёные капли, разъедавшие глаза. Здешних батюшек я в церкви не знаю, дяди Петя нет, и не Павловне, и Юре Любови чё такое не расскажешь. Таночка меня не услышит, а как повидать Севу, князя и Зерского, я и представить не могу. Он лёг спиной на влажно-моросящего дождя скамью и подставил плавающее лицо под свежий ветер Финского залива. Весь мир вокруг Тимушки казался ему серым и измятым. Вдруг он почувствовал, что рядом кто-то есть. Мальчик выпрямился, встретившись взглядом с небольшими остренькими глазками, поглядывающими из-под зателивой шляпки с чучелом птицы. Папка, только её мне нынче не хватает. С раздражением подумал Тимка, я додвинулся на самый край скамейки. Скорее бы она убралась во своясье. Но старуха не собиралась никуда уходить. Она по-хозяйски расположилась на лавке, порылась старой сумке, висящей у неё на шее, и выудила оттуда носовой платок. На удивление чистый. На, утре слёзы, сунула на платок Тимофея. Да не лей их зря, побереги слезу-то, она тебе ещё пригодится. Тимошка насторожился. Интересно, что обозначают эти последние слова старухи? Он послушно взял носовой платок и вытер щёки. Так-то лучше, а слёзы разливают самое распоследнее дело, сказала старуха. Помяни моё слово, не пройдёт и полвека, как вся наша Русматушка так слезами умоется, что никаких платков не хватит. Она наклонила голову на бок, а глядела Тимошку с головы до ног. Который день к тебе присматриваюсь, и в толк сказать не могу, из каких краёв ты такой объявился? Вроде бы самый обычный паренёк, с собой не красавчик, а видно, что доброта в тебе есть особенная. Она-то и спасёт тебя в лихие годы. Ни одна змея не сможет в твою душу яда напустить. Что ты говоришь? Такое бабушка запротестовал Тимошка. Каких таких змеев ты рассуждаешь? Объясни, мне про змея уже один старичок говорил. В ответ старуха лукавая хихихнула, как маленькая захлопала в ладоши. Угадай, угадай. Тимошка в сердца махнул рукой. Блокой отгадчик. Наверное, ты со всеми в городе знакома. А то горделиво приостанилась собеседница. Я в Петербурге всех знаю от последнего нищенца до великих князей. Вот-вот уцепился за словечко Тимошка. Князей мне и надобно, точнее одного князя. Его сиятельство князя Всеволода Андреевича и Зевского. Всеволода, я говорил бабка. Хороший мальчишка, душевный, подстать тебе. Всегда странников привычает. Один раз даже свое бланманже мне передал. Я с детства бланманже уважаю. Она мечтательно улыбнулась, вспоминая лакомые блюда и спросила. А тебе, князюшка, на что? Друг, это мой. Хочу ему письмо написать. Друг, протянула старуха, решительно пристукнула каблучками стоптанных с сент-пушков. Друг, это святое. Коль и так, то помогу тебе. Пиши послание. Так и будет, отнесу его к узерским и в самой княжечьей ручке передам. Тимошка с уважением посмотрел на вездесущую бабку и расстроенно подумал, что вот у него здесь нет ни бумаги, ни пера с чернилами. Так вот, слой касатик, отписывай весточку и приходи сюда на лавочку. Я частенько здесь обретаюсь. Спасибо тебе, бабушка, поклонился Тимошка. И хотел поинтересоваться, как скоро она передаст ему его письмо. Но старуха его уже не слушала. Запомни, меня зовут Досифея Никандровна. Бабуля на прощание кивнула так, что птица на ее шляпке, как живая, затрепыхала крыльями. Досифея Никандровна, не перепутай, донесу до Тимошки ее задорный тоненький голосок. Мальчик вышел вслед за новой знакомой на больничную дорожку, но она была уже пуста. На душе у него стало спокойно и ясно. Хорошо, что все устроилось таким образом. Само спокойно подумал Тимошка. Главное, что Максимович успел повиниться перед смертью. А ведь не приведи меня, а судьба в эту больницу, так и помер был человек без прощения. Мальчик тихонько перекрестился, поминая новоприставленного, засмотрелся на разносчик и газет и чуть не столкнулся с дворником Иваном Лукиным. «Тюни, как Тимка собственной персоной», — поприветствовал водоносельчанин. «А вам почтолен письмо принес, видать, от твоего папашеньки из калерной эпидемии, потому как от конверта карболка разит так, что дух перехватывает». Письмо о дяди Пете Тимошка прямо подпрыгнул от радости. Зря Досифея Никандровна слезы напророчила. «Какая тут печаль, если долгожданная весточка голубем прилетела?» Он быстренько вбежал в дом. «Нина Павловна, Нина Павловна, где письмо дяди Пете пришло?» Правда, Тимка тускло отозвался непривычно тихий голос хозяйки, и он услышал, что Нина Павловна плачет.